Бисмиллах, хамду лиллах, салату ас-саламу аль-расуле лиллах, алада али и асхаби, аману аля маба. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются главы Аль-Касм, то есть о необходимости чередовать ночи между женами. Первый сегодняшний вопрос. Хал-Али-Аль-Якзи Аль-Якзи Аль-Му-Крима Аль-Мудда Аль-Лазиса Фарафи Хабид-Ухра. Если человек отправился в путь и взял с собой в этот путь одну из его жен, и соответственно в этом пути он проведет с ней определенное количество дней, допустим 3 дня, 4 дня, неделю, 2 недели и тому подобное. Когда он вернется, обязан ли он возместить остальным женам все те ночи, которые он провел с этой женой, с которой отправился в путь, или не обязан этого делать. Говорит, Ам-Ма-Идаса фарабиха бихураа фаамна туалю лилл, аля аннау ла хаба али. Говорит, здесь две большие ситуации. Первая большая ситуация, если он отправился в путь именно с этой женой, выбрав ее на основании джереби. В этом случае, говорит, подавляющее большинство ученых считает, что он ничего не должен возмещать из ночей остальным женам, когда вернется. И в этом вопросе противоречил только Дауд Азлагири. Факалий сказал, что даже в этом случае он обязан остальным женам возместить эти ночи. Но это не является верным. Говорит, почему это неправильно? По нескольким аргументациям или из-за нескольких причин. Во-первых, не передается такого от пророка, чтобы когда он возвращался с пути, в котором он был с одной из жен, которую выбрал по жребию, чтобы он затем возмещал эти ночи остальным женам. Такого, говорит, не передается. И если бы он их возмещал, то это бы непременно передавалось. Почему? То есть, брак, представь, если пророк, саламу, был в походе, например, в течение военного, например, в течение 12 дней или двух недель, возьмем две недели, был в этом походе с одной женой. Затем вернулся, и если бы он возмещал, допустим, своим шестерым или семерым или восьмерым женам по две недели, то это бы непременно передалось. Потому что это вещь, которая является из ряда вот выходящей, то есть является необычной ситуацией. И это бы непременно, говорит, передавалось. И вторая аргументация в этом, потому что если бы он возмещал домашним, что называется, женам эти ночи, то получилось бы, что они окажутся в предпочтении над этой женой. Почему? Потому что, потому что та женщина, которая отправляется с ним в путь, то есть она не достигает такой сакан, то есть такого спокойствия и такого наслаждения с ним в пути, какого достигают те жены, которые находятся дома. Правильно ли нет? То есть человек, находясь в пути, то есть путь это что такое? Путь, как говорится в хадисе, то есть часть мучения, часть наказания. Если человек находится в мучении, то есть в этом пути, то он не получает наслаждения должного с этой своей женой, и она также не получает этого наслаждения от нахождения с ним полноценного, как если бы они были дома. Поэтому, допустим, если он проведет с ней в пути, например, 10 ночей, то эти ночи не будут нормальными ночами, в том смысле, что это по пути сложности представляет собой, правильно ли нет. То есть если, говорит, он затем домой вернется, и каждый домашний жене восполнит по 10 ночей, то эти жены домашние окажутся как бы в предпочтении, потому что им восполнили эти ночи тогда, как они находятся дома. То есть они в полном спокойствии, в своем собственном доме, без всяких трудностей, пути и тому подобное. То есть получают наслаждение и получают от этого пользу и общение в полноценном виде. Значит, говорит, раз так, то это уже является чем? Было бы несправедливостью. Поэтому такое возмещение не является правильным. Говорит Ладжиха Ибн Хазм, Халлиль Джумур. И даже Ладжиха Ибн Хазм не согласился в этом вопросе с Даудом в лагере и указал на верность именно мнение большинства ученых. Значит, это первый вывод, который мы берем из нашего этого вопроса. Если человек отправился в путь и взял в него одну из своих жен, но взял ее не просто так, то есть не просто сказал, ты поедешь или ты поедешь, выбранно, сделал выбранно на свое желание, но нет, он выбрал ее на основании жребия. То в этом случае, говорит, те ночи, которые он проведет с этой женой в пути, он не обязан возмещать и не должен возмещать тем женам, которые находятся дома. Не только не обязан, но это будет неправильным действием. Если он возместит, это будет несправедливостью. Теперь вторая часть. Если же человек отправился с одной из них, то есть без жребия, как мы говорили на прошлом уроке, это в своей основе является чем противоречием шариату. То есть человек не должен брать одну жену просто по своему желанию и по своему выбору, но должен сделать что? Жребий между ними. Если он все-таки ослушался шариата и взял одну из своих жен в путь без жребия, сам выбрал своевольно, кого захотел, то вот в этом вопросе ученый уже разногласил. То есть должен ли он, когда вернется остальным женам, возместить или нет? Говорит, в этом вопросе Абу Ханифа, а также Имам Малик считает, что он ничего не должен возмещать. Сказали, потому что такое провождение ночей, которое совершается в своем городе, в своем родном доме, неподобно тем ночам, которые проводятся в пути. То есть похожие аргументации, как мы разбирали выше. Поэтому говорит, что становится невозможным возместить, потому что если он возместит, этим возместит дома, а с этой будет находиться в пути, получается, так в сложностях и в трудностях. А также говорит, потому что от пророка, сала-паулаху, не пришло, чтобы он что-либо возмещал. Но здесь это не годится как доклад. Почему? Потому что также от пророка, сала-паулаху, не пришло, чтобы он брал какую-либо из своих жен в путь без жребия. Поэтому этот вопрос не касается в данном случае этой аргументации. Значит, первое мнение в этом вопросе какое? То, что человек даже в этом случае ничего не должен возмещать. Говорит и второе мнение в этом вопросе, это мнение имама Ахмада, а также Шафии, а также Загиритов. То, что домашним женам он обязан возместить эти ночи. Потому что он выбрал одну из жен себе, свой путь, так на определенный срок. Таким образом, то, что в этом к нему направляется обвинение. То есть тухма как бы подозрение, обвинение. То, что он выбрал одну из своих жен, исходя из своих страстей, исходя из своей склонности сердца, а не по справедливости. А раз так, то для того, чтобы эту тухму убрать, вот это вот подозрение и обвинение убрать, он должен возместить другим женам также эти ночи. Видишь, потому что он предпочел ее без всякого жребия на основании своей воли, на основании своего решения. Вот это вот второе мнение является более верным. То, что он обязан возместить домашним женам эти ночи, которые он провел в пути с первой женой. Теперь придет разъяснение этого, то есть как эти ночи возмещаются. Потому что действительно, брат, если человек выехал в путь и был там, например, в течение 10 дней с этой своей женой, которую он сам себе выбрал для пути, то эти 10 ночей в действительности не равняются тем 10 ночам, которые он проведет с другой женой, которая является домашним. Та в своем доме, та в спокойствии и так далее, а это в пути, то есть в мучениях и сложностях и трудностях. Разве это будет справедливо? Значит, как поступить? Говорит Ибн Кудама, разъясняя этот вопрос. Из-за того, что если мы установили, то есть если мы установили необходимость возмещения ночей домашних жен, в этом случае, если он взял одну из своих жен без жеребия, говорит, что в этом случае он не возмещает тем женам все ночи, которые он провел в пути с этой женой. Говорит, но возмещает только те ночи, в которых он с ней ночевал в каком-либо здании, то есть в спокойном состоянии. Допустим, если он ехал, например, в поезде, или ехал, допустим, в автобусе, или еще в каком-либо транспорте в течение, например, 3-х суток или 4-х суток, то есть не было ночевки, как таковой, то же самое возвращался в течение 3-х суток, например. 3 сутки ехал туда, 3 сутки возвращался, это уже 6 суток. И только 4 сутки он находился с ней в каком-либо городе, так, то, что у них там происходила нормальная ночевка. То есть, допустим, сняли какую-то комнату или сняли номер, допустим, где-то в каком-либо отеле и тому подобное. То есть находились там, нормально ночевали. Говорит Ибн Кудама, так вот, он должен возместить только те ночи, которые он провел с этой своей женой в нормальном состоянии, то есть ночуя с ней, а не просто где-то в пути. Видишь, говорит, А что касается того времени, в котором они двигались, то есть находились конкретно в пути, в поезде, допустим, или, как мы сказали, в автобусе и так далее, то говорит, что она с этого не взяла никакой пользы, кроме усталости и сложности. Говорит, Поэтому, если мы скажем, что если человек находился 10 суток в пути, из них 6 суток находился в поездке туда и в поездке обратно и только 4 сутки нормально ночевал, то, что в этом случае он должен возместить каждые из жен, которые остались дома по 10 суток, это будет настоящей несправедливостью, потому что они проводят эти 10 суток в нормальном состоянии, а та из 10 суток в нормальном состоянии провела только 4. Вот этот вопрос, иншаллах, ясен. Сейчас зачитаем еще один танбих, еще одно важное примечание, из-за того, что подведем итог, би-изниллах. Говорит танбих, важное примечание, Сказал Хабизу Махаджир в своей книге Фатфу Аль-Бари, Это примечание является очень важным. Говорит, если мы про первую ситуацию говорим, что человек не должен ничего возмещать домашним женам, которые остались дома, то это говорит только в тех рамках, пока он действительно был путником. Как это понять? Смотри, еще раз. Человек выбрал одну из своих жен, теперь возвращаемся к первой ситуации, когда он выбрал одну из своих жен на основании жеребия, то есть не просто так по своей воле, по своей склонности, сердце, по своим страстям, но выбрал одну по жеребию. В этом случае, говорит, что, как мы сказали, он не должен возмещать тем женам, которые остались дома. Хабизу Махаджир говорит, это ведь не абсолютное слово, не абсолютное правило. Не должен он возмещать те ночи, в которых он действительно являлся тем путником. Имеется в виду, если наш пример же мы приводили, 10 суток он был в пути. Три из них он ехал туда, три из них он ехал обратно. То есть 6 суток он назывался кем? Путником. Теперь вот 4 сутки он находился в каком-то городе. Допустим, они снимали номер в отеле или что-либо подобное, там жили в течение 4 суток. Хабизу Махаджир говорит, из этих ночей, из 10 ночей, он не должен возмещать домашним женам только те ночи, в которых он был путником и назывался путником. Но если он берет постановление муклима, то есть устоявшегося человека, как бы остановившегося в определенной местности человека, так что он уже не путник, то в этом случае эти ночи, которые он с этой женой провел, он должен возместить домашним. Почему? Потому что он был подобно тому, как он был дома. То есть здесь мы уже возвращаемся к какому понятию? Мы возвращаемся к понятию тому, кто такой мусайфер и кто такой муклим. Этот вопрос мы разбирали при разборе китабус-саля, то есть по одной из глав, а конкретно глава о намазе больного и путника, так разбирали там вопрос, кто является путником, а кто является муклим, то есть местным, остановившимся, взявшим там время, то есть и жившим там. Кто такой? Мы говорили, если человек находится в пути туда или обратно, то он путник, это ясно. Если он остановился на привале в каком-то городе, и мы говорили, если он собирается там находиться больше 4 суток, то в этом случае он уже не называется мусайфер, он уже называется муклим. И он с первого дня должен совершать намазы полностью, не имеет права их сокращать, так как он уже не путник и тому подобное. То есть не имеет права оставлять обязательную разум, но должен ее держать. И все остальные постановления муклима, а не мусайфера. То же самое здесь говорит. Если он превратился в муклим, все, те ночи, которые он провел с этой женой, он должен возместить домашним. Если же он в муклима не превратился, допустим, находился в этой местности, или хотел находиться в ней только 2 ночи, или 3 ночи, или 4 дня, но не больше 4 дней, то он продолжает оставаться мусайфером, читает намазы сокращенные и тому подобное. Поэтому вот эти ночи, даже если он провел с ней, например, в отеле, или в какой-то комнате, или в доме, который он снял, так эти ночи он все равно домашним не возмещает. Смотри, кто-то скажет, а тогда какая разница между той женой, которую он взял по жребию, и между той женой, которую он взял без жребия. Скажем, разница большая, то, что ту жену, которую он взял без жребия, то любую ночь, которую он провел в нормальном состоянии, в отеле, или в доме, как мы сказали, или в какой-то квартире, даже если он считается мусайфер, не взял постановление муклима, он все равно должен домашним возместить. А вот тот, который взял нормальным шариатским образом себе жену, то есть по жребию, то он возмещает домашним только те ночи, которые он провел с этой женой в состоянии именно муклима, а не мусайфера. Как мы сказали, кто такой муклим? Муклим это тот, который где-то остановился, то есть в какой-то местности, в каком-то городе, то есть перестал передвигаться, перестал быть путником, и имеет намерение, что он будет находиться здесь более четырех суток. Если он имеет намерение, что он будет находиться здесь сутки, или две, или три, или четыре, и так далее, то он не является тем муклимом, то есть он так и остается мусайфером. То же самое, если он не знает, сколько он будет здесь находиться. Даже если после этого он будет находиться десять дней, или две недели, он не знал, сколько он будет находиться, тоже он считается мусайфером, не считается муклимом. Значит, даже если он с этой своей женой в отеле прожил 10 дней и находился в постоянном состоянии мутараддида, то есть не знал точно, останется он здесь или все-таки уедет, будет ли он здесь больше 4 дней или все-таки нет, то вот эти ночи не считаются. В том смысле, что он их не должен возмещать тем женам, если он эту жену взял по жеребию. А вот если бы он ее взял без жеребия, то он обязан был бы эти ночи возместить, даже если бы он был в состоянии кого-то мусайфера. Говорит, поэтому если человек отправился в какой-либо город и находился там долгое время, а затем начал возвращаться обратно домой, то он обязан возместить тем же домашним женам те ночи, в которых он был муким, был не в состоянии и не в постановлении мусайфера. А в том периоде, в котором он возвращался обратно домой, есть разногласия у кого-то шахиитов. Нами правильное мнение какое мы сказали, то что то время, в которое он возвращался, то есть опять-таки был в поезде или в автобусе, это все не считается, потому что он не был муким. Говорит, видишь, и какой смысл, почему мы говорим, что домашним ничего не возмещается? Потому что, говорит, та жена, которая отправилась с ним в путь, не получила от него ничего, кроме усталости, сложностей и трудностей. И поэтому домашняя ничего не возмещается, потому что взамен этого она сидела в своем доме, в спокойствии, не претерпевая никаких трудностей и сложностей. То есть, как бы получилось, что здесь уравнивание. Та получила свои ночи взамен за то, что, что называется, мучилась в пути и претерпевала трудности. А это лишилось ночей взамен того, что она была в спокойствии. Говорит, 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 шахам, и об этом заявил. То есть, вот это вот важное примечание, которое мы зачитали. Его смысл также приходит в словах Ибн Худамы из Аль-Мовни и в словах Аль-Химрани в книге Аль-Баян. Так, давайте теперь подведем итог в нашем вопросе. Если человека несколько жен, и он одну из них взял с собой в путь на основании жеребия, обязан ли он домашним женщинам возместить те ночи, которые провел с этой женой в пути? Ответ на это следующий. Человек обязан возместить домашним женам только те ночи, в этом случае, которые он провел с этой женой в пути, не являясь мусафером. А таким человеком, который берет постановление Муклима, то есть тот, который не сокращает намазы, не имеет права не держать урозу, то есть не имеет права упускать урозу и тому подобное. Если он находился какое-либо количество дней в качестве постановления Муклима, пока был в пути с этой женой, то то количество дней, которые он с ней провел в этом состоянии, он возмещает тем, которые дома. И кто такой Муклим и Мусафер, выше разъяснили. И если он взял одну из жен без жеребия, просто так, по своей воле и по своему желанию, и этим самым нарушил постановление шариата, то что он должен возместить домашним женам? Мы говорим, он должен возместить домашним женам все те ночи, которые он провел с этой женой в пути, когда он находился в каком-либо пункте, то есть ночевал в каком-то здании, доме, в отеле и тому подобное. Но те ночи, которые он был в пути, пока ехал в поезде туда или обратно, или в автобусе, он возмещать не обязан, так как это не называется ночами и не называется проведением дня. И он должен возместить домашним женам все ночи, которые он находился в каком-либо населенном пункте и ночевал с этой женой в каком-либо доме, даже если он был в состоянии Мусафера и не брал постановление Муклима в этом случае. Я думаю, этот вопрос, иншалла, ясен, понятен. Далее. Продолжение следует...